Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева Черпесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Бальнеология – еще одно приоритетное направление лечебно-здоровительного туризма в республике. Полным ходом строится дорога на кислоисточники, которая соединит Архыс и Пхию. Договор о дружбе и сотрудничестве в очередной раз скрепил города Побратимы, Карачаевский Дербент. Репортаж Вести из дружественного и солнечного Дагестана. Очень важно знать историю, культуру и традиции. Фестиваль дружбы народов. Праздничное яркое мероприятие прошло в Международном поле джиполиглот. Сладкое лекарство укрепляет душу и придает бодрость. О тонкостях одного из древнейших промыслов человека – пчеловодстве, о полезных свойствах меда расскажет Евгений Кункурсов. Где отдохнуть в России и поправить свое здоровье? Конечно же, в Карачаево-Черкесии. Ежегодно республика притягивает тысячи туристов из разных уголков страны и даже зарубежья. Одним из часто посещаемых мест являются кислые источники. Это уникальное место, где на небольшой площади находятся 18 целебных родников. Несмотря на сложную дорогу, люди приезжают сюда поправить свое здоровье, отдохнуть от городской суеты. Бальнеология. Вместе с ней лечебно-оздоровительный туризм – одно из приоритетных направлений на следующие пять лет, заявляет руководство республики. И в рамках проекта создания всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники» строится дорога, которая соединит курорт Архыз и Пхию напрямую и обеспечит круглогодичную загрузку гостиничных емкостей. Также в планах строительства объектов курортно-туристической инфраструктуры. В рамках празднования «Столетия Карачаева-Черкесии» и «Столетия Республики Дагестан» делегация во главе с мэром Карачаевска Альбертом Даттаевым приняла участие в мероприятиях, посвященных подписанию соглашений об установлении побратимых связей между Карачаевским и Дербенским городскими округами, Казбековским и Левашинскими районами. О том, как прошел визит, расскажет Мураджин Кезов. На границе Казбековского района делегацию Карачаевского городского округа во всеоружии встретили радушные хозяева. Помимо традиционных угощений, гостей встретили национальными танцами и песнями. Приятным сюрпризом для встречающих стало то, что предки мэра Карачаевского городского округа Альберта Даттаева – выходцы Казбековского района Республики Дагестан. Мы намерены развивать экономические и другие культурные связи. Это обогатит и наш район, и нас. Мы – братские народы, живем на Кавказе. Мы должны друг друга поддерживать, друг у друга учиться. У нас очень много схожих проблем. Поэтому мы с удовольствием приехали к своим братьям. У меня корни по Алине Халилову, они родом тоже оказываются с Казбекского района, так что я в полной мере приехал к своим братьям. Наши дальнейшие задачи сегодня, чтобы быть ближе друг к другу, основные цели и задачи – это развитие социально-экономической сферы, развитие плана туризма. Почему? Потому что у вас уже богатый опыт развития туризма. Мы только начинаем, чтобы вот эти сферы наши развивались. С 2001 года Карачаевский Дербенк являются городами-побратимами. За это время установлены прочные дружеские связи. Более 10 лет на постоянной основе работает представительство Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии. Честно говоря, за последние 10 лет нам никак не удавалось вот это все возобновить. А так мы ранее, у нас были бесплатные обмены отдыха детей, там туркички все. Ну, такое ключевое отношение. Ну, все было. Ну, вот последние 10 лет это все было так остановлено. И вот это с этой недели, конечно, благодаря нашим нынешним главам муниципального образования и меру Карачаевского городского округа, это все восстановилось. В торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Карачаевском и Дербентом, а также Казбековским и Левашинским районами. Почетной грамотой, благодарностью и подарками отметили членов делегации за вклад в укрепление дружеских связей. Делегация посетила мемориальный комплекс, где захоронены 40 сподвижников пророка Мухаммада. Осмотрели окрестности знаменитого села Гуниб, побывали на заводе игристых вин, оценили талант заслуженного художника Республики Дагестан Мирисмаила Сеидова. Прошлись по туристическому маршруту Сулакского каньона. В рамках подписанных договоров о побратимских связях будет организован перекрестный бесплатный отдых для детей наших республик. Стороны намерены развивать туризм, налаживать торгово-экономические, спортивные и культурные связи, обмениваться опытом в развитии животноводства и растениеводства. Также стороны договорились об ответном визите делегации Дагестана в нашу республику. Мурат Джантьозов, Медина Джантьозова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Дагестан. Всего четыре дня осталось до завершения масштабного онлайн-голосования по благоустройству общественных территорий. Жителям нашей республики необходимо определиться с выбором уже до 30 мая. Проголосовать можно на единой федеральной платформе за городсреда.ру. Во вкладке программы нужно выбрать наш регион и тот город, который участвует в данной процедуре. Тут уже все пошагово расписано. Населению на выбор предложено три города – Черкесск, Уйджигута и Карачаевск. После завершения процедуры голосования общественная территория с наибольшим количеством голосов будет включена в план благоустройства на 2022 год. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 381 человек. Из них 20 30 выздоровели. 131 человек госпитализировано. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный град. Ветер западный 5-10 метров в секунду. А ночью при грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 8-13 в горах. До плюс 7 днём 18-23. И в горах местами 12-17. В Черкесии кратковременный дождь, в начале ночи гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днём 21-23 градусов тепла. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Международном колледже «Полиглот» состоялось праздничное мероприятие «Фестиваль дружбы народов». Студенты облачились в национальную одежду и прикоснули присутствующие к старинным обычаям и традициям народов Кавказа. Справились ли с задачей ребята, мы узнаем у Альбины Курочиновой-Кенжевой. Проводить фестиваль дружбы стало ежегодной доброй традицией, потому как в стенах колледжа обучаются студенты всех национальностей Карачаева-Черкесии. И все они очень дружны между собой, не различают нации и вероисповедания. С огромным желанием и интересом ребята демонстрировали обычаи, традиции, танцы и блюда титульных народов республики. Представители русского народа ярко показали, как проходила ярмарка на Руси. Карачаевцы демонстрировали свадебный обряд и рассказали, что символизируют платки, покрывающие невесту. Абазины показали обряд укладывания новорожденного в люльку. Черкесы познакомили присутствующих с обрядом разрезания пут и выбором будущей профессии. А нагайцы – наречением имени младенцу. Ребята настолько вжились в роль, что все это выглядело интересно и по-настоящему. Руководитель колледжа гордится своими студентами и говорит, что такие мероприятия сближают. В нашем учебном заведении, в Международном колледже «Полиглоп» учатся представители разных национальностей со своей культурой, со своими традициями, со своими обычаями. И, конечно же, мы обязаны проводить такие мероприятия, чтобы сплотить их, чтобы сблизить их друг с другом, чтобы они, в общем-то, были толерантны друг к другу. Все желающие могли попробовать блюда национальной кухни, которые готовили сами участники. Тут и русские блины с икрой до каравай, карачайский знаменитый и всеми любимый лимонад груша с хачанами, абазинская мамыр со свяленым сыром манит своим ароматом присутствующих, черкесская халива с пастой и нагайская кукурузная каша на баранине с фасолью никого не оставила равнодушным. Конечно же, так как народы живут издревле вместе, то и блюда переплетались между собой, и каждый народ сносил какую-то свою изюминку. В нашей республике проживают очень много национальностей, которые каждый день взаимодействуют друг с другом. Я считаю, что именно особенно в нашей республике это очень важно знать историю, культуру и традиции, хотя бы немного погрузиться в историю другого народа. Руководство преподавателей и студенты Международного колледжа остались довольны от проведенного праздника, так как стали еще ближе и роднее друг к другу. Альбина Курочинова, Кенжи Воросулберди, Вести, Карачаева, Черкесия. Благодаря их труду человечество употребляет такой полезный продукт, как мед. Речь, конечно же, идет о пчелах. По мере становления сельского хозяйства росло значение этих насекомых для естественного опыления растений и получения обильного урожая. Для их разведения необходимо знание их строения и условий содержания, осведомленности и навыки по уходу за пчелиными семьями. О пчеловоде и его полосатых питомцах расскажет Корча Биджеев. Пчеловодством люди занимаются с древних времен. О полезном свойстве меда говорил еще Авиценна. Он говорил, сладкое лекарство укрепляет душу и придает бодрость. Поэтому неудивительно, что пчеловодство так развито в нашей республике. Евгений Кунгурсов занимается пчеловодством уже более 20 лет. А началось все с двух улев, которые были у его тестя. Поначалу Евгений просто наблюдал, а после решил попробовать сам. И вот результат. Замечательная пасека, за которой он ухаживает по сей день. За сезон получает до 100 килограммов меда. Прирост пчелы. Значит, идет первый нектар. Вот пошел побелка. Побелка – это выделение свежего белого воска. Девственного, как говорится. И вот он вот, первый медок как раз. Вот крайние рамочки. Сейчас посмотрим. Далеко. Здесь не будем, чтобы не удоражить. Значит, вот уже видно свежий мед. Вот он. Это самый, что ни на есть майский мед. Майский мед со слов пчеловода считается одним из лучших. К примеру, акация, которая выделяет свой нектар, может храниться в жидком виде до трех лет. Но пчеловод должен создать для пчел благоприятные условия. Ведь сбор меда в мае набирает максимальные обороты. Для пасечника это самый важный период. Самая основная работа – это сейчас идет наращивание пчел на дальнейшие виды взятков. Надо поднять пчелу, поднять, то бишь, нарастить, подготовить ее к дальнейшим медосборам. И, соответственно, значит, не допустить роения, сохранить мощную силу семьи. И тем самым мы получаем хорошие медосборы. Евгения Кунгурцева тревожит и проблемы, связанные с пчеловодством, способствующие сокращению количества пчел по всей стране. Бесконтрольная обработка полей ядохимикатами ухудшает экологию и ведет к недобору меда. Реально больная тема. И мы, получается, как мышка от кошки бегаем, от сельхозпроизводителей. Хотя, вроде бы, должны дружить вместе, друг другу помогать. Помогать, что мы им на опыление, а они, чтобы нам более или менее что-то сеяли. Ту же гречку, тот же рапс. Ну, много не надо. Просто заранее извести пчеловодов. Пасека стала неотъемлемой частью жизни Евгения. На первом месте семья, а вторая моя любовь – пчелы, признается Евгений. Человека, не любившего пчел, невозможно заставить работать. Ведь это тяжелый труд. Но он успокаивает нервы и дает чувство удовлетворения. «Я всегда работаю с душой», – говорит пчеловод. Как много энергии она выделяет, сколько много она работы производит. Это сильно, это трудно объяснить, конечно. Но семья пчел – это единый организм, который работает и приносит такую пользу нам огромную. В виде меда и всех продуктов пчеловодства. Прополис, пыльца, перга, маточное молочко, трудневое молоко, гемогенат и куча других полезных продуктов. Карча Биджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия. Прикубанский район. Такой была «Среда» в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Несмотря ни на что». Приятного просмотра и ждите везде. Субтитры подогнал «Симон»!